здравствуйте и приветствую вас луганская народная республика город стахана город харьков меня зовут александр меня владимир до владимир о чем беседуете здесь в чат рулетки знаете я обычно всегда говорю что спрашиваю может у собеседника есть какая-то тема для обсуждения ма или вопрос но вот сегодня вы знаете уникальный день давайте сегодня у меня есть интересные темы давай не кажется причем эта мысль меня настолько увлекла что я начал мечтать и обо всем забыл что случилось ну вот смотрите вот я 69 года рождения у вас какой год рождения 62 тем более то есть мы же реально симпатии относимся к советскому союзу правильно безусловно скажем так но я так мягко выражусь с антипатией мы относимся к соединенным штатам ну в той или иной степени я аж так я же не говорю там что там ненавидим там всех их там бомбами закидать и так далее просто так сказать как бы ну без особого без питье без питье без неуместной симпатии ну естественно таскать час я так понимаю что и вы и я мы поддерживаем российскую федерацию ну да так вот вы знаете я стал мечтать о том как было бы ну как альтернативная история как было бы замечательно если бы например вот удалось бы стравить америку и ну например ну как так чисто как вот чисто теоретически мексику чтобы америка проводила спецоперацию ну или начала войну с мексикой вы это было бы великолепно дело в том что вы не пионер в этой области да ну я просто до этого как бы это чисто моя мысль я ее ни у кого не слышал а я уже слышал и я думаю что может вы опосредован от кого-то услышали нет месть чисто моя идея она как вот вдохновила как вот слушайте я вот сейчас опять меня эта идея безумно увлекает я вот представил себе на секундочку как это было бы ну ну чудесно что ли если бы эта война но если бы америка соединенные штаты америки завязли бы в этой войне если бы эта война затянулась если бы она не стала бы блицкригом я понял вас если бы американские морские пехотинцы стали бы нести существенные потери если бы еще до нападения америки на мексику в мексике оказались бы российские украинские белорусские казанские противоракетные противотанковые ракетные комплексы я понял вашу мысль большой городок или нет наоборот большой город в 40 километрах от границы с соединенными штатами это я на харьков намекаю так на секундочку входили колонны бронетехники вот этих всех эбрамсов брэдли этих бравых морских пехотинцев они бы вы какую-нибудь там себе кусочек свастики нарисовали бы себе на абрамса ну или там свастику бы в рамочку обвели бы и вот эти колонны пошли бы на этот город в мексике я вас понял жены когда вот эти брэдли как более быстрые но эбрамсы как бы на подходе были бы уничтожены вместе со старыми там м-113 бронетранспортерами а брэдли такие или там какие-нибудь колесные бронеавтомобили с достаточно многочисленными группами прорвались бы в этот город и были сожжены при помощи противотанковых средств ну например как rpg rpg 5 российского производства российского производства слушайте это темно это было бы замечательно слушайте эту тему вы уже развили дальше а вообще изначально ее озвучил товарищ поздор знаете такого поздно владимир поздно вот этих либералов либерастиков нет вы не поняли вы не поняли в каком контексте владимир позднор давал интервью вашему небезызвестному гордону да и спросил у него я понял о чем вы говорите он спросил чей крым я по него и он ему и владимир позднор ему это гордону ответил примерно как вы сейчас я про мексику это же дальше пошла история посмотрите соединенные штаты проводят спецоперацию вот и например российская федерация говорит давит на лукашенко лукашенко почему ты затягиваешь с поставками например беспилотников ударных лукашенко где твои боевые роботы которых ты показывал на выставке а ну-ка быстро поставляй в мексику чтобы уничтожать вот а вот это все да а можно еще дальше продолжить а в совете безопасности оон голосование по поводу осуждения агрессии соединенных штатов против мексики и индия и китай воздержались а все остальные страны кроме пяти самых уродливых режимов проголосовали за поддержку вот этой вот кровавой мясорубки но и это еще не все на соединенные штаты накладывают санкции запрещают поставки в соединенные штаты высоких технологий микросхемы зеленограда никогда больше не попадут в на заводы в хьюстоне космическая отрасль соединенных штатов загибается она илона маска наложены санкции на олигархов на вот этих всех жен детей они не могут теперь жить в россии дети американских миллиардеров не могут учиться в тюменском государственном университете нефти и газа ну и конечно же с санкции против нефтегазовой сферы против того сырья которое им экспортируют соединенные штаты вот такая вот штуковина друзья вот иногда альтернативная история она нужна для того чтобы показать вот эту всю мерзость и гадость того что совершила современная путинская россия и вот этот цветок с отравленными уродливый омерзительный с отравленными полодами вот эта война этот цветок он же вырос не на песке он вырос я не скажу на российском обществе потому что нету общество общество бутылизировано нету воздействия общество российского на на президента а элита загнана под лавку вспомните того же нарышкина и вот это это население она она поддерживает вот этот вот эту мерзость сочетание с того гонского синдрома и агрессивности имперс вот этого вот игры на вот этих имперских неизменных инстинктах дякую вам друзей пишите коментах кто еще может шось добавить и до цего дякую вам я знаю вас и оригинальный дякую вам ну Продолжение следует...